В 2013 году 38-летняя Сусана Лейва проживала в городе Темперли в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина. Она происходит из большой семьи, в которой было шесть сестер и один брат. Родные описывают ее как жизнерадостную и трудолюбивую женщину. У Сусаны был ребенок после неудачных отношений и некоторое время она жила с одной из своих сестер. Она работала горничной в доме одной семьи в Буэнос-Айрес. В то время жизнь столкнула ее с человеком по имени Альберто Понце, который был менеджером по строительству. Через несколько недель у них завязались отношения, и они переехали в собственный дом в своеобразном закрытом поселке из нескольких домов, в каждом из которых жили члены семьи Альберто Понце. В этом контексте можно сказать, что Сусана обустроила свою жизнь. И мы, вероятно, подумали бы, что она счастливая женщина, у которой есть работа, дом, партнер и двое детей. Но по прошествии нескольких недель она начала меняться. Она уже не была той жизнерадостной женщиной, у которой всегда была улыбка на лице. И ее родственники это быстро заметили, особенно ее сестра Анжелина. Она не совсем понимала, почему все это происходит. Но когда ее сестры узнали Альберто получше, они поняли, что во всем виноват именно он. Альберто был описан как ревнивый, собственнический, а также жестокий человек. Тот, который в любой момент мог повлиять на то, что делала Сусана. Со временем Сусана все меньше общалась с родственниками. Ей приходилось тайно встречаться с сестрами, так как Альберто разрешал ей разговаривать только с матерью. Семья пыталась заставить ее прекратить с ним отношения, но она оправдывалась, говоря, что ревность была проявлением его любви. С течением времени ситуация ухудшалась, и семья Сусаны уже не знала, что делать. Альберто запретил отцу старшего сына Сусаны, которому в то время было 9 лет, заходить в дом. У ребенка был график встреч с отцом, но его было трудно соблюдать, поскольку Альберто не разрешал ему приближаться к дому и не позволял общаться с Сусаной, что делало совместное принятие родительских решений почти невыполнимой задачей. К тому времени, когда второму сыну было чуть больше полутора лет, после некоторых разногласий с мужчиной, она уезжала на несколько дней к сестре. Но вскоре женщина вернулась к нему, однако все видели, что она достигла предела своих возможностей. Сусана начала бояться и подумала о том, чтобы уйти из этих удушающих отношений. К тому же, Альберто сделал несколько неприятных замечаний, сказав, что все женщины, работающие в этом месте, были проститутками и что в итоге они заводили отношения с свейцарами или с кем-то из сотрудников здания, где они работали, что было очень некрасиво для человека, чей партнер работал горничной. Со всем этим наступила пятница 19 июля 2013 года. Анжелина, сестра Сусаны, занималась какими-то делами, когда около 11 часов утра ей позвонил Альберто. Он спросил ее, не разговаривала ли она с Сусаной, на что она ответила нет. Затем мужчина сказал ей, что Сусана ушла на работу, но оставила свой мобильный телефон дома. Он также попросил ее дать ему номер начальника женщины. Анжелина дала номер и прервала разговор. А позже Альберто перезвонил и сказал, что Сусана не пришла на работу в тот день. Ее сестра быстро позвонила в дом, где она работала, и начальник сообщил ей, что Сусана действительно не вышла на работу. И даже не позвонила ему, чтобы сообщить, что не придет. Что было очень странно. Весь оставшийся день Анжелина пыталась связаться с сестрой, но все было безрезультатно. Когда прошло несколько часов, а Сусана не пришла в школу со старшим сыном, Анжелина сказала Альберто, что они должны подать заявление о пропаже человека. Затем она пошла в полицейский участок, чтобы подать это заявление. Но офицеры сказали ей, что она не может этого сделать, так как Сусана с ней не живет. Тогда Анжелина попросила Альберто подать заявление, чтобы полиция могла начать поиски женщины. Проходили часы, а Анжелина продолжала искать Сусану среди родственников и друзей. Она также отправилась на железнодорожную станцию, с которой ее сестра ездила на работу, но все было тщетно. Анжелина нервничала все больше и больше. И в час ночи следующего дня попыталась связаться с Альберто, но к тому времени его мобильный телефон был выключен. Поэтому она отправилась в дом, который ее сестра делила с этим человеком, постучала в дверь и поняла, что Альберто спит. Она спросила его, ходил ли он уже в полицейский участок, на что мужчина ответил, что да и что она сама может это проверить. Анжелина бросилась в полицейский участок, но там ей сказали, что никакого заявления не подавали. А только позвонил мужчина и сказал, что его партнерша исчезла. Офицеры сказали ему прийти в полицейский участок, но он не пришел. Через несколько минут после этого приехал Альберто и, наконец, подал заявление о пропаже человека, после чего начались поиски женщины. Семья Сусаны посетила больницы, связалась с различными людьми, развесила плакаты и побывала на дорогах, по которым она ездила на работу и обратно. Было уже 10 часов вечера следующего дня, когда отчаявшаяся Анжелина вернулась в полицейский участок, чтобы узнать, есть ли какая-либо информация. Но ответ был отрицательным. Она также пыталась связаться с Альбертом, чтобы узнать, есть ли у него какие-либо новости и вышел ли он на улицу, чтобы расклеить плакаты, которые она ему дала. Но он ответил, что у него не было времени, потому что он должен был присматривать за двумя детьми, а также у него сильно болела голова и нога. Поскольку у Альберта была машина, Анжелина предложила, чтобы они использовали ее для поездок в другие больницы и для развешивания плакатов в тех местах, где, как они знали, Сусана могла пройти мимо. Но Альберта не согласился. Ситуация не изменилась, когда на следующий день Анжелина пришла в дом Альберта с пачкой плакатов, чтобы оставить их у него и чтобы он помог их распространить. Но он в это время спал и отказывался что-либо делать. Отчаявшись, родственники Сусаны решили обратиться в СМИ, чтобы осветить новость об ее исчезновении. Они хотели посмотреть, не окажет ли это давление на полицию, чтобы она провела дополнительное расследование этого дела. СМИ взяли интервью у Альберта Понса, который очень подробно рассказал, что в тот день Сусана, как обычно, отправилась на работу. Но странным было то, что она не только оставила свой мобильный телефон, но и забыла дома проездной билет на общественный транспорт, бумажник и документы. Несмотря на то, что полиция рассматривала возможность того, что Сусана покинула дом самостоятельно, учитывая, что все ее вещи находились в доме, они полностью исключили эту версию. Анжелина сказала офицерам, что они должны провести расследование в отношении Альберта Понса, поскольку он был ревнивым и очень жестоким человеком. С этими заявлениями и тем, что Альберта никак не помог в поисках, полицейские снова вызвали его для дачи показаний. И он рассказал ту же версию. А когда они стали допрашивать его об их совместной жизни, он начал сильно нервничать. Его спросили, были ли у него какие-либо трудности в отношениях с Сусанной? Он ответил, что были обычные споры, которые быстро решались. По его словам, в основе этих ссор лежала не его ревность, а старший сын Сусаны. Альберта якобы хотел перевоспитать ребенка определенным образом, а женщина этого не хотела и говорила, что ребенка должны воспитывать она и ее бывший партнер. По мере продолжения допроса, мужчина все больше и больше нервничал. Но на данный момент офицеры не получили признания или каких-либо подсказок, которые могли бы привести их к местонахождению Сусаны. Поэтому они продолжили расследование и позволили Альберта уйти. Анжелина также сказала, что видела несколько царапин на шее мужчины. А во время допроса офицеры заметили, что у Альберта были царапины на руках. Но он списал все это на своего младшего сына. Полиция также проверила все камеры наблюдения в районе, чтобы выяснить, когда Сусана вышла из дома и по какому маршруту она передвигалась. Но, к сожалению, это не дало никаких результатов. В среду 24 июля, через пять дней после исчезновения Сусаны, был выдан ордер на обыск дома Альберта Понсе. Сотрудники вошли на закрытую территорию семейных домов и начали обыскивать окрестности с помощью собак ищеек. И вдруг одна из собак указала на выгребную яму. Когда офицеры подняли крышку, то тайна местонахождения Сусаны была раскрыта, потому что именно там было найдено ее тело. Анжелина узнала об обнаружении тела через СМИ, и она с другими членами семьи отправилась на место происшествия, чтобы получить ответы от полиции. Но им запретили входить на эту территорию, сказав, что сейчас там проводятся все необходимые процедуры. В то время Альберта Понсе уже считался беглецом, но благодаря одному прохожему он был арестован. Так как дело широко освещалось в СМИ, этот прохожий, увидев Альберта, немедленно позвонил в полицию. В момент ареста у Альберта при себе был рюкзак, в котором находилось 4000 аргентинских песо и небольшое количество запрещенных веществ. Мужчина не сопротивлялся при аресте и был доставлен в полицейский участок. Когда Альберта вели по одному из коридоров, у него потребовали ключи от машины. Он ответил, что не знает, где они, а через несколько минут ни с того ни с сего заявил, что потерял самообладание и не хотел этого делать. Затем он рассказал, что в ночь перед исчезновением Сусаны он приехал домой и начал с ней спорить. После этого он достал нож или отвертку и в конце концов убил Сусанну. Альберта также признался, что выбросил тело жены в выгребную яму, а некоторые вещи положил в пакеты и выкинул недалеко от дома. А про деньги, которые были при нем, он сказал, что это была его зарплата и что он не пытался сбежать. Пока Альберта Понса признавался полиции во всем, что он сделал с Сусанной, пришли результаты судебно-медицинской экспертизы, которые подтвердили, что его версия, хотя в ней и было много правды, не имела многих других деталей. У Сусаны было несколько ран по всему телу, особенно на лице, и было ясно, что женщину несколько раз жестоко избили. На спине было обнаружено несколько ожогов от сигарет, а на животе пять колотых ран, нанесенных предметом размером не менее 10 сантиметров. Однако причиной смерти было признано удушение. В связи с этим Альберта был задержан до возбуждения уголовного дела. Три года спустя, в 2016 году, дело дошло до суда. В своем заявлении Альберта утверждал, что в ночь на 18 июля 2013 года он шел с работы и по дороге домой купил два двухграммовых пакетика запрещенных веществ у дилера. Тут же, по его словам, он употребил один из них. Он сказал, что не хотел, чтобы Сусана видела его, так как чувствовал, что его лицо преобразилось под воздействием запрещенных веществ. Поэтому пошел в ванную и употребил второй пакетик, а затем сел на кровать спиной к Сусане. В этот момент женщина начала с ним ругаться, но из-за галлюцинации мужчина видел только некий силуэт, который говорил ему, что собирается убить его сына. Поэтому Альберта начал бить этот силуэт, а когда он пришел в себя, Сусана была уже мертва. И единственное, что он придумал, это выбросить тело женщины в выгребную яму, якобы для того, чтобы дети ее не увидели. После чего он лег спать. В этих показаниях было несколько изменений по сравнению с теми, которые он уже давал властям. А именно в одном из первых официальных заявлений полиции он сказал, что в тот день во время ссоры Сусана бросилась на него с карандашом в руке. И что после этого он уже не помнил, что произошло. Во всех своих заявлениях Альберта якобы приходит в себя, когда женщина уже лежит мертвой на полу. Офицеры провели несколько тестов мужчины, чтобы определить, могло ли употребление запрещенных веществ в тот день привести к потере памяти. Но ни один из них не показал, что у него были какие-либо галлюцинации. В другой версии Альберта Понсе сказал, что Сусана употребляла запрещенные вещества. И что в тот день, когда он пришел домой, она была очень нервной и агрессивной. Но опять же, он всегда говорил, что не помнит, что именно произошло. Обвинение повторило, что употребление Альберта запрещенных веществ не могло привести к такому состоянию психического расстройства, которое он описал. Это было оправдание, которое он придумал, чтобы уменьшить свою ответственность за убийство. По мнению экспертов-психологов, Альберта всегда позиционировал себя как жертву и не проявлял никаких эмоций по поводу смерти своего партнера. Он был определен как импульсивный и со склонностью отдавать предпочтение собственному благополучию. Но было объявлено, что он не страдает никаким психическим заболеваниям. В завершении был представлен физический осмотр обвиняемого и было установлено, что некоторые из повреждений на его руках могли быть результатом укусов, нанесенных Сусаной, которая пыталась защититься. Правда заключается в том, что в конечном итоге ни одно из усилий подсудимого уменьшить свою вину или сделать вид, что не осознает своих действий, не было эффективным. 31 мая 2016 года три судьи единогласно признали 42-летнего Альберта Понца виновным в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, и он был приговорен к пожизненному заключению. Следует отметить, что в ходе расследования старший сын Сусаны также был допрошен полицией. Он заявил, что ссоры между супругами были частыми и подтвердил, что Альберта плохо с ним обращался. Также стало известно о попытке сексуального насилия со стороны мужчины в отношении мальчика. После смерти Сусаны ее старший сын остался на попечении своего биологического отца, в то время как младший ребенок был оставлен на попечении своей тети Анжелины, которая сказала, что позаботится о том, чтобы он помнил свою мать и знал, как сильно она его любила. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube-канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!